Всем привет, это YouWebDesign. Записываю вам очередной ролик про WordPress. Сегодня 27 марта и вчера ночью вышло обновление на один из наших любимых плагинов для WordPress. WordPress SEO от Yoast. Вышла мажорная версия 2.0, то есть, как вы ожидаете, там довольно-таки много может быть каких-то новинок. Так, собственно, и есть, поэтому смотрите предыдущие ролики, которые мы записывали. Мы там говорили неоднократно про этот плагин, то есть мы записывали один обзор, типа, топ там популярных WordPress плагинов по нашему мнению. И мы в подкасте еще недавно разговаривали, еще там какую-то статью разбирали, которая по количеству скачек нам показывает, какие плагины есть и почему их стоит посмотреть. Ну, давайте посмотрим, что нам предложили ребята из Голландии. Вот, значит, я на примере нашего сайта рассказываю. Вот, активировал, только что обновил этот плагин, меня вот такой приветственный экран встречает. Спасибо за то, что обновили WordPress SEO by Yoast. Типа, вперед к вашим суперранжированиям в поиске. В общем, да, плагин помогает вам оптимизировать сайт, который, он делая вас готовым к новой технологии Google Knowledge Graph. Чуть-чуть позже о ней поговорим, она по-русски называется Google Сеть Знаний. Ну и немного упрощая вообще все, что здесь есть в админке. Я не помню, я в том обзоре, который уже сказал, говорил ли про... показывал ли интерфейс, по-моему, показывал. Но здесь вот в любом случае вы увидите, что все стало значительно проще. Ну, то есть кроме вот этого Google Knowledge Graph, таких видимых изменений в 2.0, ну и кроме того, что админка изменилась, не так много. Хотя, на самом деле, там много кода было переписано, и он более или менее такой нормальный стал, поэтому да. В общем, вот там показывают, что вкладочек в меню стало меньше. То есть их там было порядка, я не знаю, 8, теперь их тут порядка 6. Вот, несколько типа они совместили в Advanced, потому что их там было не очень много. Ready for Google Knowledge Graph. Вот все вы, наверное, видели вот этот сниппет в Гугле, который, если вы какой-то таргетированный запрос вводите, типа, там, какая-нибудь компания или там какой-нибудь человек, типа, там, Леонардо да Винчи, то вам показывают вот такой сниппет, который, в принципе, Google генерировал автоматически для сайтов типа Википедии. Я уж не знаю, Википедия добавила ту разметку или нет, или Google сам там как-то научился их парсить для этого. Но, тем не менее, вот такая штука. Вот, и типа они говорят, что мы уже вас прикрыли, только заполните там пару штук, и типа вся разметка уже будет у вас на странице, и да. То есть логотип работает только для компании. Если вы типа человек, то я не знаю, какую картинку вам там покажут, но это надо смотреть. Я думаю, в ближайшем подкасте мы... Ну, мы сейчас вместе с вами заполним информацию и посмотрим в ближайшем подкасте доскейливость или не доскейливость. То есть Google не так часто, наверное, обновляет эту информацию. Может быть, она обновляется там раз в неделю, раз в две недели. Поэтому я не уверен, что это сразу же будет применено, но тем не менее. Ну, еще вот здесь он говорит о том, что Twitter Galleries добавлен. То есть если вы используете стандартные WordPress галерейки, то они словятся. Да, они словятся. И карточка типа галерея будет показана вот в этой Twitter карточке. Если помните Twitter cards, ну, мы уже неоднократно говорили, такая штука типа тоже rich snippet в вашем твите, если вы ссылку на сайт оставили, там небольшая краткая информация о том, что там. Вот эти карточки бывают нескольких типов. По умолчанию WordPress SEO добавляют только карточку типа summary и summary с большим изображением. Я вот для webcine.ru использую summary с большим изображением. По-моему, это прикольно. Хотя, может быть, где-то это изображение слишком большое, не знаю. Пишите в комментариях, какие вы используете и по какой причине. Может быть, вы сами что-то написали, вне зависимости от этого плагина. Мы, кстати, недавно рассказывали о том, что Twitter выпустил свой плагин. Ну, типа Twitter for WordPress официальный. Там тоже добавлена поддержка Twitter карточек. Performance improvements. Этот релиз на 30% быстрее. Ну, вот это то, что мы глазом не видим, но, тем не менее, это здорово. Improved settings screen. Ну, это мы уже говорили о том, что там все немножечко по-другому сверстано. То есть, ну, даже кроме того, что удобно расположено, еще и сверстано. Go to Mo Translations. Это достаточно смешно с учетом того, что, типа, уже больше переводов. Предыдущий WordPress SEO был переведен, но вы можете видеть здесь по вот этим вкладкам, что, в принципе, почти все переведено. Поэтому, да. Но вот этот приветственный экран пока не переведен, видимо, там, на следующий день или, там, через пару дней это все будет. Ну, посмотрим, кто там, смотри, это делает. Go to the general settings page. Пока туда переходим, посмотрим, что вот эта Google сеть знаний нам дает. Вот такой лендинг у них есть. Он что-то даже подлагивает немного. Я не понимаю. Да, 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 он тормозит. Не знаю, почему он тормозит. Сеть знаний. Ну, то есть, тут knowledge graph. Graph это такая вот структура математическая. Не знаю, как правильно. Я тут не эксперт, но вы знаете, да? Graph в этом определенный, неопределенный. Что-то такое. В общем, как это работает? Тут есть ролик о том, как это работает. Ну, и здесь показано, что вот, типа, там, есть много сниппетов. Такой-то, такой-то, что все это очень адаптивно и круто. Вот давайте посмотрим на примере Леонардо да Винчи, как это работает. Вот мы, типа, написали в поиске. Жмем продолжить. Вот у нас с Википедией вот этот сниппет. Причем сниппет даже не только с Википедией, потому что здесь есть еще работы, похожие запросы. Не знаю, как это будет автоматически для вас работать. Ну, то есть, если вы добавите эту разметку. Я думаю, что вот это все не будет доступно. Изучайте коллекцию. Да, и на вечере и так далее. То есть, я думаю, что тот функционал, который будет нам доступен. Так, вот открылась вкладка. Почему-то открылась вообще в отдельном этом. Не с всем понимаю, что происходит. Но ладно, будем смотреть так. То есть, здесь отслеживание. Я разрешил анонимное отслеживание параметров этого сайта. Мне не жалко. Пусть делают это все лучше. Introduction Tour. Это вот не та страница, которую мы посмотрели. Это другое. То есть, это вам будет рассказывать. Здесь вот это, тут вот это и так далее. Вот здесь вы пишете, что типа на русском 81% всего готово. Ну, как я уже и говорил, пока непонятно. Отладочная информация здесь какая-то... Ну, не какая-то, а все настройки здесь просто указаны. Массивы, ассоциативные, PHP-шные. Типа, какие значения у каких настроек сейчас присвоены, чтобы понимали мы. Ну, то есть, вот на вкладке General, то есть, общее есть вот это общее. Ее инфо. То, о чем мы говорили вот с этим сетью знаний. Или вы компания, или вы человек. Ну, я здесь человек в данном случае, поэтому... Александр Гончаров. Не знаю, где это потом применится. Но... Я имею в виду, не знаю, как это будет выглядеть в поиске. Но надеюсь, как-нибудь интересно будет выглядеть. Инструменты вебмастера никогда не пользовался вот этими полями. Всегда добавлял на хостинг файл вручную. Не знаю, мне кажется, это как-то более безопасно. Хотя, честно сказать, не пытался вникнуть. Напишите, что думаете по этому поводу. Но я как-то вот этим никогда не пользовался. Может быть, потому что, когда я начал делать сайты и добавлять их в вебмастера, и вообще смотреть, как это все работает, я еще не пользовался этим плагином. Может быть, я даже WordPress еще не пользовался. Поэтому всякая может быть. Безопасность. Отключить расширенную часть WordPress всего Metabox. Ну, тут все написано. Снимите гавочку с этого поля, если хотите, чтобы авторы и редакторы могли... могли перенаправлять записи. Ну, вы понимаете, есть... Потом посмотрим в записях. В новых, там, не в новых. Есть WordPress всего Metabox. Там есть вкладка Advanced тоже. То есть вот ее можно отключить для авторов, чтобы... Их не смущать, чтобы они вам не порушили там семантическое ядро, не закрыли некоторые страницы от индексации. И у вас там ссылочный вес плохо не перелинковывался, чтобы не потерялся, короче говоря. Заголовки и метаданные. Захожу. Что-то у меня вентилятор в ноутбуке закрутились. Не знаю, что так сильно его нагрузило. Но, видимо, что-то нагрузило. Enable Force Rerate Rules. Я, пожалуй, вот этот лендинг закрою, который он мне... Вот тут показывают. Вдруг из-за него все. Да. Пока вернемся сюда. Enable Force Rerate Rules. Не знаю, в каком случае это стоит использовать. То есть вот эта хрень, она в дефолтную функцию vpTitle, по-моему, встраивается. И никаких проблем не возникает. То есть у меня вот эти большие тире, они используются для разделения вот этих всех вещей. Так, здесь домашняя страница. Какой шаблон? Че написать? Типа записи. Вот, когда вы используете вот эту переменную sep, separator, то вот, используется вот этот разделитель. Какой вы берете? Я не фоловлю медиафайлы, потому что зачем? Если эти медиафайлы где-то есть на каких-то страницах или записях, то там уже прописаны alt-теги, и нет смысла как-то это все отдельно еще фоловить в медиафайлах. Может быть, кто-то фоловит. Мне на самом деле вообще вот эти настройки интересно у кого как сделаны. Я по каким-то, не знаю каким гайдам, не знаю каким соображениям это делал. То есть рубрики, естественно, я открыл для индексации, метки, например, закрыл. Во-первых, потому что на веб-сайне они не используются. Хотя надо бы, но тем не менее. Пост-форматы тем более. Ну, потому что это вообще как бы это немного не о том. Не знаю зачем дополнительно еще дублировать по этому. Но рубрики хотя бы какой-то смысл несут. И типа посты из рубрики такое-то там на таком-то блоге. По-моему, это правильно. Ну, метки, если это большой какой-то комьюнити-блог, типа как у нас на ювеб-дизайне, там метки открыты для индексации, потому что там они хотя бы их много, они интересны и реально как там по ним ранжировать удобно. Архивы автора, естественно, я закрыл и отключил, потому что здесь всего один автор. Архив дат тоже закрыл и отключил, потому что это просто дублирование контента. Не знаю, я прям... Мне почему-то кажется, что архив дат, архивы дат вообще не нужны. Ну, здесь что писать в 404-м шаблоне. Но индекс для подстраницы архивов я тоже убрал, типа вот эти page 2 и так далее, потому что в поиске это просто дублирование информации и весь ссылочный вес распределяется на кучу страниц. Не знаю, зачем это надо. Ну, то есть я почему-то в какой-то момент постановил, что это лишнее. Использовать мета-ключевые слова. Это мета-нейм, как же он называется, кейвордс, да, кейвордс. Их как бы уже никто не использует, но доподлинно неизвестно, кто их использует, а кто нет. Там кто-то говорит, что Яндекс их может использовать. Не знаю. Я давно уже следую той теории, что их не нужно использовать. Это смешно. Так, запретить вот эти поисковым системам использовать описание DMS для страниц данного сайта в результатах поиска. Ну, в DMS каталог в описании пока не добавлен. Да, я, собственно, туда его и не отправлял, потому что зачем. Но да, да, может быть, кому-то это пригодится. То же самое, как вот этот вот Noidir, чтобы не использовался описание каталога Yahoo. Не знаю. В общем, это такие настройки уже. Не очень нужные. Социальные сети. Вкладка будет более интересна, чем эта. Хотя та, на самом деле, тоже крутая. Вкладка Accounts, она говорит нам о том, что типа, точнее показывает, я закрыл, к сожалению, Google сеть знаний, но вот там в том сниппете заголовок, а снизу социальные профили. Вот можно их здесь указать. Я даже не знаю, какие здесь мне указать. Какие-нибудь укажу. И Google+. Было бы круто, если бы он ловил их из... В настройках моего пользователя тоже это все указано. Но, с другой стороны, он же не знает тут человека, там, компании и так далее. Вот для компании-то вот это заполнять, это круто. То есть он... Я имею в виду, если вы выбрали компанию, вот там в общих. Facebook это круто, Open Graph. То есть тут тоже... Open Graph разметка используется не только в Facebook, но и на ВКонтакте, и вообще много где. То есть здесь нужно это заполнять все. Не забывайте об этом. Это прям... Это очень важная штука, чтобы на других сайтах ваши страницы с красивым сниппетом появлялись, с информацией, прям вот... Это наше все. Это сильно повышает поведенческие факторы, там, социальные сигналы из соцсетей. Ну, не мне вас учить продвижение, мне всякому и так далее. Поэтому когда-то давно, года два назад, на одном из старых своих блогов я писал про важность Open Graph разметки. Сейчас уже не найти, конечно, но поверьте мне, это важно. Твиттер карточки, то, о чем я говорил, оно в большинстве может использовать Open Graph разметку, но основные параметры нужны, типа там, тип карточки и так далее. Вот у меня, видите, итоговое содержание с большой картинкой. Summary with large image. Не знаю, насколько summary лучше переводить, как итоговое содержание. Может быть, типа... Я даже не знаю, что-то... Типа основная... Не знаю, основная мысль. Тут тоже как-то косно звучит. Ну, подумать надо, конечно, но да. Пинтерест. Не знаю, насколько хочется продвигать этот сайт в Пинтересте. У нас эта социальная сеть в России, она как-то странно очень развивается. Я понимаю, что в любом случае туда можно сделать кросс-постинг, добавлять оттуда ссылки и так далее. Но что-то как-то я ни разу не заморачивался. Напишите в комментариях, если вы через Пинтерест как-то... Если Пинтерест в вашу SMM-стратегию встраивается, будет интересно почитать, послушать. Ну, с Google+, здесь все понятно. Если у вас Google Publisher есть, то есть вот у нас на YouWebDesign.ru вот это заполнено, потому что у нас есть отдельная Google Plus страница для... Для... Да, для YouWebDesign. Вот, поэтому это нужно использовать. А для таких вот личных блогов он будет использовать то, что в настройках профиля пользователей. Я то что-то зайду, покажу сейчас. Сначала XML-карта сайта. Это одна из самых важных вообще функций этого плагина. Прям, может быть, на втором... Может быть, даже на первом месте. Да, на первом месте. Потому что многие используют даже для... Вот для генерации сайт-мэпа какие-то отдельные плагины. Я использую этот, он крутой. Здесь все посты, все страницы, которые есть, они отправляются в Google и он их пере... Ну и в Яндекс, естественно. В Яндекс, по-моему, надо вручную отправить. Google, он более или менее сам понимает, если его веб-мастера добавили. Ну, через какое-то время. То есть, понятно, что вручную добавить нужно быстрее и так далее. Поэтому, да. Сайт-мэп, это круто. Это круто. Там... Можно даже его вручную. В каждом посте, в каждой странице здесь вот есть такая переменная приорити. Типа, насколько важна конкретно эта страница. Вот у меня у главной приорити 100%. Ее бы каждый день смотреть. Все остальные можно раз в неделю. То есть, это как бы не очень важно. Там количество изображений. Вот это все можно про приоритет править в настройках каждого поста в WordPress в Xiaomi Metabox. То есть, это там все видно будет. Отключить карту сайта с списком авторов пользователей я отключил, потому что здесь один автор. Может быть, даже если один автор и есть смысл это оставить. Опять же, пишите в комментариях. Я буду очень рад любому фидбэку по этому поводу, потому что, ну, это важно. Да и, собственно, все остальные зрители и слушатели, я думаю, они оценят ваш вклад. Поэтому пишите, если вы знаете что-то и видите, где я неправ. Типы записи, какие нужно исключить. Ну, я вот медиафайлы, опять же, убрал, потому что все изображения, они и так есть вот в этих постах. Отдельно у меня никаких изображений нет, которые не в постах. Поэтому, мне кажется, это не имеет смысла. Тем более, у меня шаблон даже для аттечмента, он как-то не проработан. Может быть, и проработан, но не знаю. Это целое дело это делать. Я не до конца понимаю, зачем. Таксономии, какие нужно исключить? Слушайте, рубрики я добавлю, пожалуй. Почему бы и нет? Нет, пусть будут. Сайт мэп индекс. Вот здесь автоматические категории. Добавлюсь. Live music у меня здесь. Почему приоритету 1.40 в 1.60? Не знаю. Ну, да. Вы поняли. В общем, XML карты сайт это круто. Advanced. То, что они очень много, расширенный. Перенесли в эту вкладку. Ну, давайте посмотрим, что перенесли. Хлебные крошки. В основном, я думаю, вы в шаблонах это используете. То есть, ну, не сами вписываете в темку, а у вас уже или вписаны, или в вашем фреймворке, как, например, в Genesis фреймворке уже есть хлебные крошки. Ну, вообще, это крутая штука. Во-первых, потому что для поисковика, то есть, все ссылки указаны, в каком порядке что есть. Это для внутренней перелинковки очень хорошо. И для пользователя это хороший юзер экспириенс, когда он видит, где он, насколько глубоко находится, как вернуться назад, насколько уровни вернутся. Кстати, на вписане они не используются. Это плохо. Может быть, надо сделать. Или используются, не помню. Ну-ка. Нет, нет, конечно, не используются. Но это... Это я почему-то подумал, что лишнее будет в какой-то момент. Но я в любом случае сейчас ту тему, которая в основе вот этой темы лежит, переделываю. Поэтому будет по-другому все. Постоянные ссылки. Убрать основу категории. Обычная категория из URL. Я вот сколько ни пробовал, у меня все рушилось сильно. И не работало. Может, я тупой. Может быть, я недостаточно глубоко в ник. Но мне почему-то кажется, что это не стоит использовать. Просто потому, что... Это как-то не нативно. Я уже настолько привык к WordPress-овской структуре ссылок, что мне кажется уже, что она прям супер правильная. Перенаправить URL вложения на URL родительской записи. Ну, если вы не сделали, как я, attachment PHP, вот этот вот шаблончик. Ну, или там не шаблончиком, у меня с фреймворком сделан, неважно как. То, может быть, для вас это будет иметь смысл, что, типа, все URL вложения, они ведут туда, где, куда они прикреплены. Не знаю. Мне кажется, это лишнее. Ну, пишите. Пишите в комментариях, как это используется. Я предпочитаю это не использовать. Я пару раз это использую, а потом забыл, что я это включил. Долго путался, не понимал, почему так происходит. Я жму на картинку, меня на пост кидает, поэтому больше конфьюзит это, чем реально помогает как-то. Убрать стоп-слова и ссылок. Ну, да, это круто. То есть, он всякие там предлоги и так далее, союзы уберет. Удалить переменную reply to com. Ну, можно убрать. Принудительно добавить слэш в конце URL категории тегов. Не знаю, зачем это. Ну, а, вот. Ну, собственно, здесь сказано зачем. Если выбрали постоянную ссылку к записи с этим и что-то подобное, со слэшом к записи, это гавочка «Стоит в WordPress добавить слэш для остальных ссылок сайта». Ну, это на сервере уже настраивается. То есть, rewrite rules, если у вас Apache или Nginx, это все можно там настроить. Не знаю, зачем это указывается здесь. Перенаправить похожий URL на постоянные ссылки. Вот это опасно. Это может вам все сильно порушить. Если у вас действительно похожий URL, то оно будет заменять автоматически. И я с помощью вот этой настройки один раз так сайт сломал, что на пару записей просто попасть не мог, потому что я не редиректились на какие-то с похожим URL. Ну, и я их достать потом не мог. Пришлось это отключать. Тоже, пока я понял, что это из-за этого плагина, прошло какое-то время. Очистка от ссылок в секции head. Очень часто вот это все убирают для того, чтобы там спам-боты, которые парсят сайты, например, на предмет того, WordPress это или не WordPress, они по некоторым вот этим ссылкам смотрят, косвенно понимают, что это WordPress, и начинает вас дедосить там или по логинке, или по комментариям. Ну, значительно проще, опять же, это все на сервере настроить, защиту от спама, поэтому, ну, может быть, кто-то убирает особые параноики, но мне кажется, что в любом случае, если вас захотят найти, вас найдут. РСС неплохая настройка, то есть здесь типа, что будет запись такая-то, впервые появилась в этом-то блоге. Ну, можно еще здесь дописать, запятая, автор, двоеточие, author link, сделаю, точку поставлю. Ну, допустим, как-нибудь так, можно перед каждой записи, вы там читаете блок такой-то, то есть это если вы, если у вас маркетинг направлен на РСС, хотя я думаю, многие, даже если вы специально не заставляете кого-то подписываться, например, я, я часто подписываюсь на блоги по РСС, ну, точнее, не часто, а всегда, если мне блоги интересны, поэтому, ну, когда там все круто оформлено внутри, это, ну, дополнительно приятно, мне прям сильно нравится, особенно, когда в РСС весь пост не вываливается, а небольшое описание, типа цитаты, что типа, в этом посте читайте про это, и ссылочку, я прям перехожу, и у меня душа радуется, когда это сделано именно так. Так, ну, tools, это, tools, я бы даже сказал, несколько штук, типа редактировать файлы, такие как robots.txt, файл-эдитер, вот она, да, то есть, вот robots.txt, ht-access, ну, какие у меня здесь нет, ht-access, потому что у меня nginx-сервер, но если у вас Apache, то можете его здесь тоже редактировать, здесь import-export, это настройки SEO-плагина, если вы уже на одном сайте, все круто настроены, считаете, что все настройки у вас будут универсальным, и для другого, можете импортировать, экспортировать. bulk-эдитер, это несколько постов страниц, одновременно редактировать, вот именно по части SEO-заголовков, можно здесь. Так, расширение, это платное расширение от UAST, то есть, они плагины продают, вот эти, ну, как вам сказать, SEO, а где, кстати, здесь непонятно, где SEO для магазинов, может быть, оно не показывается, если у вас нет, в WooCommerce не установлен, но если он установлен, здесь есть еще SEO для магазинов, типа, карточку товаров добавляет, это круто. SEO под регион, это не так круто, потому что, по-моему, в России это не очень используется, но даже если используется, то, ну, ну да, они там стоят по 30 что ли долларов, но некоторые дороже, так что посмотрите, если вас это как-то интересует, меня пока не очень, так, я пока сверну, посмотрим, что здесь, а, я хотел дополнительно еще остановиться на том, что, так, нет, 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 а то забуду, еще этот плагин добавляет несколько, ой, метабоксов, например, в настройке вашего профиля, то есть, имя, фамилия, почта, вот это все, вот это в контактах, Google+, ваше имя на Twitter, ссылка на профиль в Facebook, ну-ка, почему не добавлено, вот это добавляет плагин от UASTA, и использует как раз в OpenCraft разметки, в Twitter карточках и так далее, здесь пароли, вот настройки для WordPress SEO, то есть для страницы автора, если у вас архивы автора не отключены, можно написать название, мета-описание, посмотреть, в каких оно хранится, ну, в какой мете, как это в базе данных хранится, как это вытащить, и у вас можно даже в тем, как это использовать, то есть, например, в Genesis Framework, и опять же, вот эта вот информация, она используется для того, чтобы показывать, что и как, ну, собственно, это как раз, Genesis Framework и есть, здесь, поэтому вот здесь куча еще дополнительных вещей всяких, но это к UAST плагину не относится, то есть, давайте посмотрим еще, то есть, вот, например, мой последний пост здесь был, у него, кстати, зелененькая штучка, типа проверка, это тоже вот UAST-овская штука, здесь вы пишите, какое ключевое слово у вас здесь, он смотрит, сколько этих ключевых слов в контенте, какое мета-описание, вообще, вот этот мета-бокс, это то, что еще добавляет этот плагин, вам в посты и в страницы, я уверен, что вы с этим всем знакомы, но буквально быстро пробегусь, то есть, анализ страницы, по вот этому ключевому слову, он здесь будет вам писать, что типа, плотность такая-то, имеются такие-то там исходящие ссылки, заголовок меньше, чем рекомендуемый, ну, если вы все вот это выполняете, то, ну, примерно будет у вас лучше ранжирование, хотя, опять же, этот алгоритм сделан для английских, для английского языка, поэтому, если вы здесь русское ключевое слово пишите, он вам может показывать, что там все плохо, но на самом деле, все будет не очень плохо, потому что он просто по дежи не понимает, а гугл-то понимает, поэтому, ну, вот не всегда слепо следуйте вот этому анализу, продумывайте это в голове, в социальных сетях можно дополнительно писать opengraph разметку и twitter cards для каждого конкретного поста, то есть, если вы не хотите, чтобы оно автоматически бралось вот отсюда, например, всего названия и мета описания, можете сделать, чтобы для фейсбука название было одно, для twitter еще другое, картиночки добавить отдельные, то здесь это можно использовать, в расширенных, то, что отключено для других не администраторов, там в настройках мы смотрели, вот можно сделать, типа, конкретно этот пост, там, noindex или там robots.nofollow, то есть, он будет в поиске, но ссылочный вес на него не будет распределяться, но это такие вещи, вебмастерские, или там, SEO специалистов, но тем не менее интересно, то есть, вот так это все сделано на сайте, поэтому, да, посмотрим дальше, я еще хотел сказать, что у гугла как раз недавно обновился алгоритм ранжирования, по тому, есть ли мобильная версия у сайта, ну, и это такой big deal, что называется, давно уже об этом говорили, но сейчас непосредственно прям сильно все изменилось, я не знаю, насколько здесь можно это как-то эмулировать, но здесь можно, вот, например, посмотреть, вот опять же, webcine.ru, оптимизировано для просмотра на мобильных устройствах или нет, но я вам спойлер, спойлер, скажу, что он оптимизирован, отлично, страница оптимизирована, как гугл бот видит вашу страницу, вот так видит нашу страницу, подробнее о страницах оптимизированных для мобильных устройств, то есть здесь можно это все посмотреть, там, то-то-то-то-то, если вы типа лох, у вас не получилось, то здесь вам гугл подскажет, с чего начать, что сделать, так, это что такое, это вот эти ресурсы, вот, Яндекс.Метрика, видимо, его бесит чем-то, не знаю, что она может бесить, но тем не менее, подробнее о том, как открыть работу, открыть роботу, да, это мы знаем, ну, вот, например, давайте посмотрим сайт Soccer.ru, наш любимый футбольный сайт, может быть, там сейчас все хреново оптимизировано, мне почему-то кажется именно так, я сомневаюсь, что может конкурировать с Soccer.ru в ранжировании гуглов, но может быть, что-то и может, вот в какие-то первые дни, работа алгоритма, если прям гугл сильно будет опускать такие сайты в ранжировании, ну, что-то долго анализирует, видимо, видимо все плохо. 87, я не знаю, даже вырезает кусок или нет, он такой длинный получился анализ, ну, как бы то ни было, вот еще в инструментах для вебмастеров, можете посмотреть, то есть здесь удобство просмотра на мобильных устройствах, вот у меня когда-то были какие-то ошибки на вебсайне, и теперь нельзя посмотреть, что самое интересное, что это за ошибки, но мне почему-то кажется, там просто что-нибудь недоделано было, может быть, там еще заглушка стояла, типа maintenance mode, и она была не очень оптимизирована на мобильных устройствах, не знаю. На ювебдизайне у нас все хорошо, то есть здесь прямо сказано, что не обнаружены проблемы, все круто, не знаю, почему красный, надо галочку было сделать, типа, что все хорошо, но да. Так, что там показалось, соки.ру не оптимизирован для мобильных устройств, ну да, действительно, это такое, странное, сомнительное, ну вот здесь вы видите, здесь вам написано, что, как можно что-то изменить, и как-то решить с этим, я думаю, что да. мы недавно в паблике выкладывали цикл статей от ЮАСТа, от авторов этого плагина, WordPress SEO, и они там писали о том, как пользоваться вебмастерами, то есть прям, очень, очень круто все есть, поэтому, да, смотрите, сейчас еще можно здесь посмотреть, как Googlebot на сайт, например, то есть, сканировать, например. Так, надо было получить, отобразить, наверное, нажать, ну ладно, беда. Готово добавить в индекс, нет, я хочу посмотреть на мобили, и получить, отобразить, вот так вот, как выглядит это все, частично выполнено, почему частично, а, как видит Googlebot, тут каких-то отступов немного нет, как выглядит страницу посетитель сайта, видимо, на андроиде смотрели, да, да, метрика просто, она заблокирована, потому что она не у меня на сервере лежит, а на Яндексе, поэтому да. В общем, вы примерно поняли вообще, че почем с этим плагином, мы как раз тут за 30 минут хронометража вышли, поэтому надо заканчивать. Обязательно посмотрите те ролики, о которых я уже говорил, то есть, в которых мы обсуждали топовые WordPress плагины, посмотрите подкаст, в котором мы тоже обсуждали плагины, и я думаю, в ближайший понедельник, да, какой он там будет, по числу, не знаю, мы посмотрим, уже привалились ли, привалился ли вот этот сниппет, который я добавил здесь, но я в ювеб-дизайне тоже добавлю, сейчас здесь не на видео, а отдельно, и посмотрим компанию, он будет показывать или нет, посмотрим, насколько Google отвечает за базар, насколько он может быть, у нас не такие посещаемые сайты, чтобы их там показывать, ну, в общем, решим. подписывайтесь на канал, если вам понравилось, спасибо за просмотр, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь в других соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме, подписывайтесь на подкасты, в iTunes, можно слушать в аудио, все ссылки есть в описании к видео, и всем удачного дня, пока.